сегодня хотим поговорить о таких еще глядите как это томатная моль и хлопковая совка то есть летний ну вообще не только в летнем летнее время совка да в особенности сейчас еще и томатный моль появилась которые сильно повреждают томата в принципе почему мы их объединили потому что многие препараты работают сразу именно на обоих этих насекомых поэтому хоть они и грубо говоря не родственники совсем ну видите да во первых начнем с томатной моль обслисты у нас абсолютно чисты до ни одного неделя самым пятнышко как она спросит то есть если кто знает минирующую муху до миниор начнется художник народе назад он делает такие длинные длинные проходы то томатная моль делать проходы но они пятнами получается такое пятно да выедать но как вот таким пятном поэтому его как может сразу определить от художника данный вредитель является даже карантином то есть чтобы его не было да в первую часть что мы делаем то есть это карраген мы при высадке даем карраген под корень пока скажем так вот сколько сереблога все лучше чем каррагена препарата нету именно то есть пока он держит скажем так это не проблема второй очень важный момент это скажем когда у вас появляется либо первая совка либо томатная моль неплохо сработать это авант препарата вам неплохо берет авантом из того что у нас есть потом как бы ну зависимость уже от местности кто как бы то работает только что не работает на украине есть шикарный препарат был вот он реально работает то есть был там работы надо по повыскам да то есть но опять же надо когда вы увидели то есть что у вас она появилась чуть то есть надо обязательно работать но на практике на практике сколько мы реально даже вот у вас уже в растению а тут то есть пролив карраген даже уже под большого стиль если вдруг пошло уже пошел дает палец под корень карраген 2 раз нужно придать да потому что здесь привыкаемость как такого нету потому что здесь нету и да то есть вот я сейчас здесь очистка весе какая-то вы залетите там то дать карраген под корень и в принципе дальше растения абсолютно чисто то есть не как опрыския как принесение под корень до там конечно чуть это расходней но это реально работает совка в принципе да носовку больше препаратов действует на хлопковую совку потому что она более открытой на то есть там нужно и толстар использовать и фосфорные препараты использовать лан и потом очень хорошо работает препарат матч можно использовать проклейнг фит по теме потому что мы по цене почитали что проклейнг фит находится матч если матч будет отдельно он дороже получается чем вы берете проклейнг фитом концентрации проклейнг фита проклейнг фите матча действующего там гораздо выше и в принципе планет тоже во многих как бы работах показывает что тоже работают на томатную моль потом по биоагенту биоагент в принципе есть очень неплохой даже у нас здесь его на хлопок нарабатывать это трихограмма реально один из самых лучших носов он кстати по многим испанским работам очень хорошо работает именно на томатную моль и в принципе можно даже работать с алицидными препаратами такими как матч совместно вот с этимать за что чем хорош то что он не будет брать трихограмма и трихограмма будет размножаться то есть отдельно потом посвятим на на культа сели то есть вот как бы таких несколько насекомых которые можно ставить на томат летний период но трихограмма еще дополнительно который тем более искать не надо ее нарабатывают многие это очень легкий который нарабатывать его спокойно на зерновой моле нарабатывают эту трихограмму и в принципе использует как агента потому что он и лобковую совку он вам и томатную моль будет ее яйца погреждать поэтому на этих двух видите как мы сильно останавливаться не будем единственное дополнительно еще по томатной моли до обнаружению может что используют либо специальные светильники есть такие с синим цветом электрошокер который можно ставить да и можно для тестирования обнаружить смотреть есть или нету или их можно даже поставить много когда они будут дополнительно хорошо подчищать не полностью дополнительно потом клейки ленты тоже работают на них но это все скажем так это все дополнительные методы кто может снять там 10-20 процентов там 10-20 шокеры желательно не включать летом с улицы если открыто летает на борту с улицами за мной еще больше и еще очень хорошая вещь это феромонтные ловушки феромонтные ловушки позволяют отлавливать санцов во-первых вы можете по ним во-первых отследить что пошел лед это в первую очередь для чего не нужны чтобы понять не где-то приглядывать просто очень часто мы пропускаем это дело а вы поставили феромонтные ловушки там 3-4 на теплицу и можете смотреть ага попалась совка значит уже время там зависимости если одна совка только не так страшно если у вас за сутки поймал сам 10 совок то уже надо принимать меры во всяком случае алицидными препаратами то же самое с томатной моли но этих ловушек можно опять же поставить гораздо больше и в принципе вы будете подчищать скажем так мужские особи и соответственно у вас будет меньше яиц оплодотворяться соответственно тоже будет какой-то процент уменьшаться то есть надо работать комбинированно с этим совсем то есть если будет работать комбинированно то самое главное в конце концов вы получите чистые растения абсолютно чистые растения и хорошего рожая это спасибо до свидания а